День Крещения Руси 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 Сегодня по благословению Митрополита Исидора во всех монастырях, церквях и храмах Смоленщины в 12 часов прошла православная всероссийская акция «Слава тебе Боже!» День Крещения Руси Зазвучал во все колокола Бортпроводник из Смоленской области прославился на всю страну, исполнив битбокс в самолете. Стюарт Иван Семенов таким образом хотел поддержать пассажиров рейса Сочи-Москва. Он пятикратный чемпион нашего региона и чемпион России в этом виде исполнения. Битбоксу Иван учился у известного исполнителя и музыканта Вахтанга. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования город Десногорск Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Совещание началось с торжественного и приятного события. Глава поздравил начальника полиции Десногорска Олега Косова с 50-летним юбилеем и поблагодарил за работу. На этой неделе подведены итоги городского конкурса «Мой двор». Этот пилотный проект получил должное внимание со стороны десногорцев. Горожане путём голосования выбрали народного победителя. Постановлением администрации Смоленской области внесены изменения в порядок организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей. Заместитель главы Сергей Тощев обратился к участникам программы «Жильё для молодых семей» с просьбой ознакомиться с изменениями. «Я предлагаю молодым семьям ознакомиться с этим документом. Взять основной документ, взять изменения и посмотреть, что же там интересного. Я думаю, что этот вопрос заинтересует участнику программы». На минувшей неделе в медсанчасти 135 специалисты ФМБА проверили хозяйственно-экономическую и лечебно-профилактическую деятельность, а также осмотрены все структурные подразделения. Итоги будут известны на следующей неделе. Продолжается подготовка объектов города к зиме. Все работы ведутся по графику. Срывов нет. Специалисты Комитета имущественных и земельных отношений 11, 12 и 16 августа проведут аукционы. Вся информация по ним размещена на официальном сайте. В области остро стоит вопрос об обеспечении жильём детей-сирот. По состоянию на 1 июля в нём нуждаются 1746 человек. За последние четыре года на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями было направлено более 800 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Эта задача сейчас решается администрацией региона. Полицейские задержали Смоленина, который вырастил коноплю у себя на участке. Всего сотрудниками было изъято 293 куста. Теперь за это селекционер получит два года. Смоленские автоинспекторы проводят тестирование нового оборудования. Всесезонный программно-аппаратный комплекс обеспечивает возможность считывать информацию как из памяти тахографа, так и с карточки водителя. Инспектору автоматически предоставляется список нарушений водителям за 28 дней. Прибор будет установлен на весь грузовой транспорт и междугородние автобусы. Его отсутствие наказывается штрафом. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины и неправильной парковкой автомобилей. Очередное заседание административной комиссии состоялось 26 июля. В этот раз на рассмотрение представили 31 протокол. По статье 17.4 областного законодательства за нарушение благоустройства в основном это неправильно припаркованные автомобили, было рассмотрено 26 протоколов. По 10 из них нарушителей оштрафовали на 3 тысячи рублей. А те нарушители, которые не явились даже для составления протокола и беседы, заплатят 4 тысячи рублей. Напоминаем, что за нарушение парковки и других правил благоустройства предупреждений нет, а штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушение тишины и спокойствие граждан трое меломанов теперь заплатят по 1 тысяче рублей. А с двумя прибывшими на комиссию провели профилактическую беседу и просто предупредили. В Лопатинском саду в центре Смоленска работает летний кинотеатр. Проект областного департамента по культуре и туризму и управления администрации города организован в год кино. Желающие могут посмотреть исторические картины, мелодрамы и комедии прямо под открытым небом. Показ фильмов проходит еженедельно по пятницам и субботам в 21 час. Киноафишу можно найти на сайтах департамента по культуре и туризму, а также Лопатинского сада. Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует о том, что в этом месяце было подтверждено заболевание бешенством у 33 животных в 12 районах области. Чаще всего заражены были лисы и собаки. Специалисты обращают внимание, что в случае укуса или нанесения царапин животными, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. На территории Смоленской области в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Она может обострить пожароопасную обстановку в регионе. В связи с этим, главное управление МЧС по Смоленской области настоятельно рекомендует жителям и гостям Смоленщины соблюдать установленные правила пожарной безопасности, так как в большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Во всех дошкольных учреждениях города Десногорска детей обучают правилам поведения при пожаре. Учат пользоваться эвакуационными путями, быстро и чётко выполнять все указания воспитателей. Это очень важно – научить детей в любой экстремальной ситуации, действовать слаженно и без паники. В детском саду «Теремок» 26 июля прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара. По замыслу, условный пожар произошёл в помещении физкультурного зала на первом этаже. Прозвучал сигнал учебной тревоги. Работники приступили к действиям по эвакуации детей и оповещению службы 01. К детскому саду незамедлительно прибыли сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона, полиции и медицинская бригада. Огнеборцы приступили к обнаружению и ликвидации пожара. К этому времени детей уже организованно эвакуировали и вывели за территорию учреждения на безопасное расстояние. На каждого ребёнка одели специальные таблички с указанием имени и фамилии, а также номера группы. В ходе проведения учения сотрудники Десногорского пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками детского сада отработали весь алгоритм действий на случай возникновения пожара. Мы отработали наши умения и навыки, совместные наши действия с администрацией и персоналом детского сада и провели тренировку по эвакуации одновременно детей из помещения детского сада. Я хочу сказать, что в целом учения прошли на самом высоком должном уровне. Мы отработали взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения и скорой помощи, и РУВД, и всеми теми службами, которые необходимо привлекать на данные учения. Все запланированные мероприятия на стадиях проведения пожарно-тактических учений были выполнены в полном объеме. С начала года за помощью в медучреждения области после укусов клещей обратились 855 смолян, 283 из них дети. Исследовано 690 клещей, почти 10% из них оказались переносчиками острых инфекционных заболеваний. Медики советуют, собираясь в лес, одевать плотную закрытую одежду и обрабатывать себя спецсредством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok